В машине, в машине, Артём, сиди. Би-би-би. Би-би-би. Артёму полтора года. Он младший ребёнок в семье. Старшей дочери Светланы Кукушкиной уже 15 лет. Брат и сестра появились на свет раньше срока – семимесячными. Артём при рождении весил чуть меньше килограмма. Папа, Алиса. Артём какой лежит. Маленький. Маленький. Смотри-ка, вот бабушка, дедушка. Много ждал я тебя людей. Светлана признаётся, для родителей недоношенных детей самые сложные первые месяцы. Морально тяжело, когда малыш находится далеко от мамы. Под присмотром медиков. Учится дышать самостоятельно и потихоньку набирает вес. Но, несмотря на трудности, сегодня Артём ничем не отличается от своих сверстников. Я поняла, что от настроя родителей зависит многое. Если родитель будет смотреть на своего ребёнка как на какого-то ненормального, инвалида, так сказать, недоношенного, и вот он ставит на него это клеймо, ребёнок так и будет расти и в этом развиваться. А когда ты говоришь, что это самый лучший, самый счастливый, самый красивый, и он развивается так же, он идёт с улыбкой в этот мир. Даже в реанимации, как нам говорили, подходишь, Артём всегда улыбается. Артём – это подарок судьбы, говорит Светлана. После 15 лет брака они с мужем развелись. Уже бывшие супруги приняли участие в реалити-шоу на федеральном канале. Тогда они поняли, что чувство есть, надо снова жениться. После второй свадьбы и родился любимый сын Артём. Со вторым ребёнком, конечно, всё совершенно по-другому. Ты уже более осознанно, ты уже более терпеливо где-то. Ты уже так смотришь на это, ну ладно, ну подумаешь, залез он в эту лужу, ну испачкался он, ну на тебе новые перчатки. Для малышей, родившихся раньше срока, волонтёры движения «Мы вместе» подготовили сладкие подарки и организовали онлайн-трансляцию с настоящим концертом. В праздничном марафоне приняли участие медики областного перинатального центра и мамы из других городов области. Сегодня к нам присоединился Горховец, сегодня к нам присоединился Ковров, то есть праздник состоялся и он расширил свои границы. Много-много неравнодушных людей нас поддержали, артисты Владимирские, хотя они в принципе нам никогда не отказывали, но и сегодня особенно ценно о том, что мы вместе. И этот праздник, он такой праздник нежности, понимаете, какой-то такой вот, что каждый ребёнок важен, нужен, его здесь ждут. По статистике, около 5% всех родов преждевременные. За 10 месяцев с начала года во Владимирской области более 400 детей появились на свет раньше срока. 70% из них выхаживали в областном перинатальном центре. Они рождаются раньше времени, незрелые все органы и системы, а главное, незрелые лёгкие, они не могут дышать. И всё это сказывается на развитии потом уже и головного мозга, и всех органов. Чтобы этого не произошло, важно правильно оказать помощь маме, ну и, соответственно, выхаживать этого недоношенного малыша. В завершение акции в небо запустили белые воздушные шары, как символ новой жизни и самоотверженной работы медиков, которые спасают недоношенных малышей. Екатерина Старикова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.